привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня в рубрике инди хоррор мы посмотрим игру sega такая что-то японская верно по сути это обычный слендер насколько я понял игрушка вышла только-только буквально полчаса назад она была выложена в свободный доступ и за ней наблюдал уже на протяжении где-то полумесяца все это время мне было интересно стандартная замота найди 8 страниц страшном помещении причем помещение каждый раз генерируется случайным образом фонарик у нас не бесконечный то есть он конечно бесконечно но время от времени ему нужно давать отдохнуть игра создана на андре ленджи не югей поэтому ли это вполне себе игра светлые тени по крайней мере присутствует так ну надевайте ваши наушники я вижу там некоторые еще без наушников сидят надевайте наушники надеюсь вы смотрите это ночью хотя хотя сейчас летом ночи короткие но тем не менее так и давайте двигаться нам нужно искать страницы 10 но здесь где-то здесь бродит что-то нехорошее явно кого-то сжигают что ли или что это такое люди где-то есть кто-нибудь ключ хорошо к духу lives окей и чё это так ну кнопка и я и я открываю двери а ключ я использовал пробелом по моему и и управление смотрел то есть я ключ сейчас использовал самым глупым образом я открыл дверь в тупик да круто неплохо тогда сразу как-то вдалбливает в землю просто как это бит по башке и тут что-то такое сразу стало жутко с первых минут так еще ключ хорошо давайте просто у нас фонарик стать игроком вдохнет давайте-ка мы встанем вот сюда в угол нафиг теперь маленько дадим ему отдохнуть я вообще не понимаю как это с физической точки зрения конечно оправдана то что он становится но и не знаем что он новую свечку вставляет там мне уже светать начинать когда это записываю время у меня там порядка пяти утра так что я упорот абсолютно но в такие моменты играть в хорроры самое оно так вот дверь закрыта мы используем ключик открываем это что за хрень там манекен эта игра была сделана для меня просто по любому это какой-то японский особняк да такой с манекенами японский особняк с манекенами не хватает только пауков наверное что это там такое окей хорошо где взять ключ там я был тут я был прыгать я не могу перелезть судя по всему тоже не особо так хорошо давайте еще маленько дадим передохнуть нашему фонарику а потом пойдем в теме потому что там я что-то не заметил еще отвилки какие должны быть по ходу что так а это тоже дверь понятно окей мне окошко приоткрытого наверно слышите сирену простите это будет атмосферный типа у нас где-то метров 100 город находится ничего позвонить в японскую полицию что-то жутко пипец просто это это еще там такое а как я упал вообще ну походу здесь по-любому падаешь никак не пройти ладно я спокоен это же это же просто манекены это ненормально мы не выйдем отсюда по-любому опять тоже так у меня фонарик тухнет надо как-то отгородиться от них чертовой мать все вставим отдыхаем маленькой шутковастенько шутковастенько это ощущение что надо мной ходит кто-то где же выход походу и выход кто-то непонятно как-то вообще ничего не вижу совсем темно если кто-то будет говорить что типа видео темно потому что игра темные елки-палки игра просто офигеть их и темные так а наша в темы бегом кстати говоря давненько мы в хоррор уже не играли что-то как-то настроя не было теперь я думаю самый раз так это что это мы возвращаемся в комнату с этими дверями хорошее место и не знает кого я прячусь над кого-то я прячусь и я не нашел еще ни одной страницы странно опять манекены тихо 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 я закрою пожалуй эту дверь если вы не против так это все хорошо конечно я вообще не понимаю куда я иду ой 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 что за хрень не знаю что это было но я что-то уже туда не особо хочу что пойдем нет это по моему самая идиотская затея идти туда где так страшно здесь везде страшно но там что-то совсем плохое происходит твою мать я ничего не вижу чё дую нафиг я валю оттуда к хрена эти манекены кругом ой блин мурашки табулами прекратите пожалуйста все я валю на хрена к чушь твою мать я даже не знаю где здесь стены вообще это слишком плохо но я примерно туда же иду это что-то такое а если это не глаза а так получше светит да да мы опять туда же пришли еще хуже ни хрена не происходит и при этом настолько страшно что я просто у меня мурашки с тела не сходят уже на протяжении за этом 5 а ты какой-то пипец просто звук этот звук это просто хоть одну страницу найти елки-палки бочки бочки блин блона мать я просто уже хочу чтоб мне я не знаю так закрой дверь закрой двери зимы чё не поедешь Какой бой тут ещё? Где страницы? Так, хорошо. Будем ходить по стеночке, потому что... Твою мать! Твою мать! У меня вырубилось просто ориентирование в пространстве на нулях совершенно. По-моему, я здесь был уже. Ооо, это плохо кончится. Какого чёрта я играю в эти хорроры опять? Может меня так кроет, потому что давненько в них не играли. Ну, не знаю, мне прям дико страшно. Я не хочу двигаться с места. Ой, давай восстанавливайся уже быстрей, пожалуйста. Да мы тут... Нет, мы тут не были, походу. Шут, я его знаю. Или были. Все места одинаковые. Вот, я же говорю, опять эти какие-то... Ширмы. Подъём наверх. Пошли наверх. Подожди, наверху мои были тоже, да? Включись, включись, быстрей, быстрей включись. Ой, 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 давай, 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 давай быстрей. Я не знаю, куда идти. Тут все... Все помещения похожи, но вот где-то здесь... Тут я был. Тут манекены, я упал. Блин, куда я попал вообще? Я чувствую, мы с первого раза что-то не осилим, потому что... С такой тупкой меня скоро сожрут просто и всё. Ну вот мы опять вернулись примерно туда же. Вернее, не тупкой, а просто непонятно куда идти. Слишком... Слишком темно. Так, ладно. Все будет как надо. Манекены опять же. Блин, ну нет, на этом этаже. Нам вниз надо. У нас наверх подъема нет, получается где-то внизу что-то есть. Но где, блин? В такой темноте разве увидишь? На самом деле я заговариваю сам себе зубы. Это только в хоррорах. Только в хоррорах у меня такая черта. Просто чтобы отвлечься, я говорю всякую хрень. Найди, говорит, восемь страниц. Где я их найду вообще? Этот не был? Ой, сейчас потухнет фонарик. Мне до угла дойти просто. Ой, опять манекен. Что ж ты пугаешь-то так? Игра с манекенами обязательно страшная игра. Ох, сейчас, блин, перетрясло все. Все, пошли дальше. Где и что тут может быть вообще? Хоть какие-то подсказки были. О, смотри, ключик. Так, ну тут у нас понятно. Нам нужно добежать обратно до конца стены. Пройти мимо этой сволочи, которую я ненавижу. Уйти от этого страшного звука куда-то, где мы еще не были. Ну почему ты не закрываешься дверь? У нас есть ключ, и теперь мы куда-нибудь можем выйти. Но куда же мы можем выйти, если я не знаю, куда вообще идти? Так, фонарик опять тухнет. Посидеть, в общем, минуту подождать, пока он полностью восстановится. Ну это слишком страшно. Господи, какая темная игра. Ничего не видно. Не, ребята, это реально зачет. Это в последнее время мало какие хорроры могут меня натурально напугать. У этой игры с самого начала получилось. При том, что по сути ничего не происходит. Вот эта вот атмосфера ожидания, она просто, я не знаю, выбивает из колеи, сшибает табуретку из-под ног. Я ничего не могу сделать, мне дико страшно. Нет, 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 нет. Что это было? Оно уйдет оттуда? Нет, вообще не хочу. Там походу дверь, где я не был. Потому что дверь, где я был, она была бы открыта. Улица. Ключ. Так, в помещении я не хочу. Люди! Выпустите меня! Спасите. Это вот в этом доме я был? Да, походу, вот тут я ходил. Я ни одной страницы не нашел. Где они тут вообще обитаются? Я это здание вдоль и поперёк исходил. Просто каждый из... Каждый сантиметр обнюхал. И всё равно хоть пыхны. Это Марио на меня постоянно накатывает. Что это такое? Ну, это, наверное, слендер. Я, честно, не хочу знать даже особо. Пустите меня, пожалуйста, в этот новый дом. Которому всё так же плохо, как в старом, я смотрю. Манекены по-прежнему. Что-то то ли ещё темнее стало, то ли что. Но я вообще перестал что-то видеть. Старый испытанный приём. Засунь чувака в тёмную комнату. Жди, пока у него крыша не поедет. Здесь что-то эдакое. Переизбыток манекенов, как бы, да? Так, всё, кучи, у меня больше нет. Почки. Ой-ёй-ёй. Я уже забыл, как эта игра называется. Хе-хе-хе. Название такое. Sega Takai. Sega Takai. Хороший. Нет, 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 нет. Всё, хана. Закрывайте уши. Отлично вообще. Ну и чё, под этот белый шум, я думаю, мы закончим. Игра вышла, и походу это первый её баг, потому что это всё-таки инди. Но, могу сказать, было дико страшно, и я не нашёл ни одной из страниц, поэтому к этой игре мы вернёмся чуть попозже, когда я её доведу до ума. В том виде, в котором она есть, она мне дико понравилась, и несмотря на то, что это полноценный релиз, она, конечно, видимо, работает довольно криво, раз смерти как таковой нет. Но, тем не менее, зачёт было очень интересно, было очень страшно, у меня аж голос начал дёргаться. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»